За этим названием на букву «З» скрывается так много легенд и фактов, мы попробуем выбрать самое любопытное. Первые и уже уверенные шаги в телевидении. В этих стенах подростки изучают то, чего не знают даже многие взрослые журналисты. Приемы монтажа, написание сценария, как выставить свет и доступно рассказать о сложном. В январе на базе телеканала «Толк» начала работу образовательная площадка технопарка «Кванториум-22». Школьники могут бесплатно освоить программы «Профессиональные мобильная фотография» и технологии видеопроизводства. За небольшой короткий срок мы уже прокачали свои навыки. Мы учимся монтировать, мы учимся работать с камерой, учимся выставлять свет. И это действительно важные навыки для человека, который стремится идти в эту стезю. Ребятам предложили создать серию видеоподкастов. Называется проект «История Алтая. Азбука любопытных фактов». Он создан при поддержке гранта губернатора в сфере деятельности социально ориентированных НКО. И это первый проект детского телевидения, который открыл «Кванториум». Каждая буква алфавита – новый выпуск и интересные факты. Без нудных лекций дети и сами изучают историю края и знакомят с ней зрителей. Мы не предлагаем каких-то больших материалов, нудных лекций. Мы даем лишь любопытные факты для того, чтобы заинтересовать, для того, чтобы наш зритель посмотрел и сказал, «Действительно, любопытно, зайду по гуглу дополнительно и посмотрю расширение этой истории». Первоначально считалось, что Барнаул в переводе с казахского языка означает «хорошее стойбище» или «аул барна». Алтайские горы продолжают формироваться. Они растут в среднем на полтора сантиметра в год. И живем мы в зоне сейсмической активности. Голубая дама – это призрак влюбленной женщины, не ношающей покоя в загробном мире. Она бродит по Барнаулу больше века. Важно, что ученики не просто пишут в стол, а еще могут увидеть себя в эфире настоящего телеканала. Первые серии «Азбуки любопытных фактов» уже можно увидеть на телеканале «Толк». Ирина Корчегина, Дмитрий Денисов. День с толком. День с толком.